И к новостям в нашей стране. Первая партия казахстанской вакцины против коронавируса Казвак поступит на склады СК-формация в конце апреля. Ее выпустят на базе научно-исследовательского института биологической безопасности. Пока объемы отечественного препарата будут относительно небольшими, всего 50 тысяч доз, которыми можно привить 25 тысяч человек. А между тем, вице-премьер Яроле Тукжанов сегодня заявил, что последующие партии Казвака будут разливать в Турции. Страны уже подписали соответствующее соглашение. Субстанцию для производства планируют поставлять напрямую с базы НИИ. Пока же в закрытом научном учреждении полным ходом идет разработка других антиковидных препаратов. Там побывала и наша съемочная группа. Репортаж Григория Беденко. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности находится в Жамбульской области, на территории 40-й базы Министерства обороны Казахстана. Специалисты этого учреждения работают с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе с разными штаммами коронавируса. Доступ посторонним лицам сюда полностью закрыт. Но в Министерстве образования и науки пошли на беспрецедентный шаг, пригласив сюда журналистов. Это связано с крайне сложной обстановкой, в которой началась массовая вакцинация населения страны. Эти макаки резусы первыми среди подопытных животных получили инъекции казахстанской инактивированной вакцины Казковитин. Прошло уже 10 месяцев и, как видим, животные чувствуют себя вполне хорошо. Активный и нормальный аппетит. И самое главное, у них выработался стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции. Казахстанские журналисты ознакомились с технологической базой и научными программами учреждения, пообщались с вирусологами. И самое главное, получили ответ на вопрос, когда все-таки казахстанцы смогут привиться отечественной вакциной. Здесь уже произвели 50 тысяч доз. Они находятся на биологическом контроле и 25 апреля будут отгружены в хабы СК «Формация». Данный объем вакцины позволит вакцинировать 25 тысяч человек, поскольку вакцинация вакцины Казковидин идет в два этапа. Первый этап в первый день и с ревакцинацией на 21 сутки. На сегодняшний день между научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности и СК «Формация» заключен договор на поставку двух миллионов доз вакцин. Казахстанская инактивированная вакцина Казковидин теперь называется по-другому – Казвак. Сравним название вакцин других стран. Вакцина «Спутник Ви» – это торговое название. «Спутник Ви» – это торговое название вакцины. Его настоящее научное название – ГАМ-КОВИД-ВАК. И эти названия ни у кого не вызывают вопросы. Почему-то вопросы вызывают изменения нашей вакцины. Еще раз объясняю. Научное название вакцины – Казковидин. Торговое название для продажи вакцины – Казвак. Сегодня Институт проблем биологической безопасности работает над пятью видами антиковидных вакцин. В наибольшей степени готовности находится инактивированная Казвак и субъединичная Казков-Пи. Еще две векторные вакцины сейчас испытываются на лабораторных животных. И пятая, так называемая, живая вакцина уже испытана. В будущем эти препараты пригодятся для профилактики коронавирусной инфекции, когда человечество справится с пандемией. Григорий Беденко, Валентин Лобанов. Итоги дня. Жамбульская область.